Сегодня же министр здравоохранения и глава Чувашии приняли участие в открытии новой поликлиники. Она будет работать для жителей отдельного микрорайона на окраине Чебоксар. Подробности в следующем материале. Микрорайон Ольгешево развивается стремительно. Сейчас здесь проживает более 20 тысяч человек. Необходимая инфраструктура уже создана. Недавно здесь заработало и отделение городской стоматологии. Открытие новой поликлиники – очередной подарок для местных жителей. Раньше жителям этого микрорайона на осмотр к врачам приходилось добираться в поликлинику, которая базируется на южном поселке. Медицинская помощь становится ближе больше всего этому рады пожилые и молодые мамы. У нас очень много мам, как вы видите, да? Это еще не все, что здесь есть. Мы очень ожидали этого открытия. Нестерпением, можно сказать. Каждый день ходили, смотрели, когда уже откроется. Я вот тут, на втором этаже живу. Вышел, прямо сюда пришел. Удобно? Конечно, лучше не бывает. В новой поликлинике уже работают 8 врачей общей практики и 6 педиатров. Большинство медиков – молодые специалисты, выпускники Чувашского госуниверситета. Персонал работал и работает уже давно. Частично он привлечен из других поликлиник. Частично у нас новые молодые врачи, которые вот только-только закончили обучение в медицинском вузе. Предложили новые участки, попробовать себя на новом месте. Нам было интересно, поэтому мы согласились. На строительство новой поликлиники было потрачено больше 30 миллионов рублей. Вложенные в развитие региональной медицины средства себя оправдывают, отметила федеральный министр. Я хочу вас поздравить с тем, что у вас самая низкая младенческая и детская смертность в стране. И это плоды огромной работы системы здравоохранения республики Чувашия. Я хочу поздравить с тем, что последние три года, каждый год увеличивается продолжительность жизни. Мы сегодня видим, что это очень активно развивающийся регион, который уже полностью практически оказывает все виды высокотехнологичной медицинской помощи своему населению. Я хочу выразить слова благодарности федеральному министру Веронике Игоревне за то, что все наши просьбы всегда предверяются в реальную жизнь. Это на самом деле дорогого стоит. Так мы работали, работаем. Поликлиника оснащена по последнему слову техники. К примеру, чтобы попасть на прием к врачам, достаточно получить талон. Очередь отображается на мониторе. Оценила Вероника Скворцова и возможности кабинета лечебной физкультуры. Здесь мы предусмотрели работу в выездной центре здоровья, поскольку у нас в основном выездной центре здоровья. И специалисты будут сюда приезжать по графику и проводить занятия с нашими пациентами. Учить их правильную питацию, правильную жительность. В поликлинике создали благоприятные условия для обследования детей. В этом кабинете врачи будут обучать родителей ухаживать за новорожденными. Обучаем комплекс упражнения по возрасту, пропаганда грудного вскармливания, дидактический материал здесь у нас по возрасту тоже, игрушки как подбирать. Обучающие курсы здесь проводят и стоматологи. Сюда прикреплены школы и садики. Мы купили выездную из-за мутангельского автобуса для того, чтобы в летнее время, каникулярное время могли приезжать в детские отделы и проводить уроки. Федеральный министр отметила, что многие подходы в работе чебоксарских медиков нужно тиражировать по всей стране. Медриковалев, Рассель Мухаммедов. Республика. Рассель Мухаммедов. 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 Р